Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и только что мне пришло сообщение, что меня забанят. Мне написал не кое-кто, а мне написал разработчик Андрей. И мне, ребята, начали угрожать, что меня забанят. И знаете, что было самое интересное? То, что вот этот вот разработчик был из клана Киборги, и он говорил, что мне бан. И я, ребята, просил Тик-Така, чтобы Тик-Так попросил у него логин и пароль. И я зашел в аккаунт этого разработчика, и прямо сегодня мы узнаем, что же там происходит. Ну и чтобы получить данный замечательный МТБ на Тиневорс, тебе надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, напиши любой хороший комментарий, и чем больше комментариев, тем лучше, плюс твой иди. И третье, самое главное, я это буду проверять по аналитике, посмотрим все видео от начала до конца, без перемоток. Всем желаю удачи. Опа-па, а я уже зашел на аккаунт разработчика Андре. И знаете, что я вижу? Аватарочка с надписью «Спасибо, аватарочка Аксельболл». Я вот не понимаю, а за что спасил, братан? Я-то еще тебя не прокачал. Но, кстати, планирую, потому что, ребята, на все аккаунты, которые я захожу, я прокачаю. Даже если это фейковый, разработчик тоже прокачается, настоящий тоже прокачается. Короче, ребят, давайте смотреть все в порядочку. Давайте посмотрим статистику. Как моими статистиками лучший ранг за сезон номер 3, это «Мастер». Ничего себе, то есть у нас получается разработчик Андрей Киберспортсмен. Дальше, в сезоне номер 2 «Элита», а в первом сезоне, что там, «Легенда». Блин, я просто в это не верю. Мне кажется, что это бущины и разработчики, потому что я никогда в жизни не видел то, чтобы разработчики играли. Хорошо, конечно, возможно, я ошибаюсь, но, по крайней мере, на моей памяти только так. Смотрим дальше, «Сьюзники» лучший ранг «Феникс». Звание «Феникс» в режиме «Сьюзники» это очень хорошее и очень высокое звание. И я реально удивлен то, что этот разработчик Андрей получается реально киберкатлета так-то. Смотрим общую статистику. КД 1.43. Общее время игре 1559 часов, ребят. Ну, я могу сказать только одно, ну, не поган. То есть, видно то, что аккаунт очень старый, один начинается на двоечку, и это реально похоже на разработчика. Ну, а теперь давайте посмотрим историю матчей. Ааа, я же забыл, у нас же вышла супер обнова, в которой нету истории матчей. Так, ну чё, ребята, теперь перейдём в клан. И, как мы видим, он в клане киборги Элдер. Нифига себе, ребят, моё уважение. Снимаю шляпу. Обалдеть. Вот это, понимаю, Элдер так Элдер. Так, ребят, смотрим. 31 тысяча заявок, друзья. Я отвечаю. У меня вообще такое ощущение, что это реально какой-то тестер или реально какой-то разработчик. 31 тысяча заявок, друзья. Ребят, ну вот вы считаете это законно или нет? Ну, это ж просто капец какой-то. Ну, а прямо сейчас будет, ребят, самое интересное. Потому что мы почитаем личные сообщения. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. О, смотрите! Что? Такое сообщение пришло. Я стал разработчиком и хочу тебе дать бан. Кому бан? Мне бан? Да за что? Я ни при чём. Я не виноват. Так, ребят, читаем дальше. Я разработчик, тебя забанить. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Тик-так о сообщении. Вас ждёт бан за Кибербул. Вот так вот тик-так. Поэтому жди бан. Мне два кента забонят. Так, ребят, читаем дальше. Вы не прошли проверку на бота. Вас ждёт бан. Бан. Слышь, Гордей, скип-риколы можно и в бан. Напишу. Сейчас сам в бан улетишь. Так, ребят, я ещё не понимаю только одно. Это нормально, то что разработчик всем угрожает баном. Так, смотрим дальше. Что тут ещё такое? Вы не прошли проверку на бота. Вас ждёт бан. Ха-ха-ха. Так, ребят, читаем дальше. А тут что написано? Давайте почти внимательно. Я разработчик, тебя забанить не надо. Простите, Андрей. Ха-ха-ха-ха. Это просто трыдец. У типа чисто ник, разработчик Андрей. И все уже его боятся. Разве это так работает? Прими в клан. И тут пишет разработчик Андрей. Я разработчик, тебя забанить. Он говорит, прими в клан, прими в клан. Ты элдер. Пожи, пожи, му до 35 голды. Он говорит, я разработчик. А ты кто? Ты нуб. Он говорит, ты чё охренел? Ну, если у меня сильвер, это не означает то, что ты нуб. Ну, вообще, если у тебя сильвер, то это означает то, что ты нуб. Ха-ха. Ну, ладно. Ладно, это была шутка. Это была шутка. А то сейчас все сильверы обидятся на кента. Вы бот, и вы получите бан за 2020 банкод. Да, блин, такого банкода даже нету. Слышь, мой бот. Вы бот, ждите бан. Ахаха. Вам будет бан по 2075 банкоду. Причина бот. Уже новый банкод. И еще ты притворяешься разработчиком. Я разработчику скину скрин. Тебя не то, что с клана кикал. Тебя забанят. Думаешь, самый крутой? Читер. Ты читер из стрим-снайпера. Ага, ты сам киберпул. Я чуть не понимаю. Чуть-то этот парень начал сам с собой переписываться. Просто посмотрите эту переписку. Чего молчишь? Аргументы кончились. Слова прям в клан. Ясно слит. Напишу. Ботов в клан не принимаю. Вот это у него сейчас сгорит. Просто представьте. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну а теперь дальше продолжение переписки от имени этого разработчика Андрея с этим школьником. Я ему пишу. Го, дуэль один на один. Или слитый бот, Галима. Он пишет. Я не размет. Так что давай так. Через 30 минут играем. Если я вырву, ты принимаешь в клан. Если ты меня, то я куплю скин за 10 голды. Блин, ребят. Ну ставки очень серьезные. Поэтому дуэли с этим агрошкольником или нет. Прямо сейчас пишите ваше предположение в комментарии. Ну а прямо сейчас, ребят, будет самое-самое интересное. Мы посмотрим на инвентарь разработчика Андрея. Ну что же. Три, два, один. Поехали. Ой, 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 ой. Да ну. Вот это. Вот это инвентарь. Мать моя женщина. Так, ребята, у меня уже плохо. Давайте просто посчитаем количество ножей. Раз нож. Два нож. Три нож. Четыре нож. Перчатки и стимрайдеры. АВМ, Генезис. Четыре дрегона. Чего? Чего? Блин, ребят, я, конечно, понимаю. Может и мне стать разработчиком. Кентом, например. Да, вы посмотрите, какие скины-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Я просто в шоке. Так, ребят. АКР. ТХ. Статрек. Четыре дрегона. Ребят, вы серьезно? То есть это не шутка? Четыре дрегона? Мне реально плохо. Я просто в шоке. Вы просто посмотрите на все это. Мать, моя женщина. Какие скины. На каждом скине есть крутые наклеечки. Просто, ребят, посмотрите. На абсолютно каждое оружие есть крутые наклейки. Есть крутые скины. Да и притом куча, куча аркан. Я просто в шоке. Вообще ничего лишнего нету. Вы просто посмотрите на один этот дигл. Как же идеально сочетаются эти наклеечки. Ну, кроме этой кинцу нашла до мной. Ребята, честно говоря, после такого инвентаря я и сам захотел стать разработчиком. Ну, чтобы понимали, даже на такой дорогой аккаунт я все равно, ребята, не могу зайти с пустыми руками. И я уже перекинул полторы тысячи голды. То есть я показываю историю, чтобы вы все понимали, все по-честному. И вот он, кентапк, купил скин за 1500 голды. И с учетной комиссией пришло 1200 голды. Прямо сейчас мы берем абсолютно всех кейсов по три штучечки. И будем их открывать. И, возможно, разработчику Андрею повезет еще больше. Он будет еще более крутым разработчиком. Я не знаю, чем же все это закончится. Давайте покупать. Купили три этих, три этих, три этих. Три Скорпион кейсика купим. И давайте еще купим, ребят, три импар кейсика. И в итоге у нас уже 12 попыточек. Ну что же, разработчик Андрей. Вот я очень надеюсь, что тебе, как разработчику, ну прям капец, как сильно повезет. Правда, я немножко сомневаюсь, что ты настоящий разработчик. Но давайте не про это. Три, два, один. Поехали, поехали, поехали. Просто, ребят, первый кейсчик улетает. И нам выпадает 5-7 в рейс. Ну что я могу сказать. Ну, говорится, не поганенько. Но, ребят, у нас в интере уже есть 5-7 веном. И он гораздо, гораздо красивее. Поэтому, ребят, скорее всего, этот 5-7 в рейс пойдет уже на продажу. Открываем еще один Скорпион Кейсик. Делаю быстро АКР Дрэгон. И я очень надеюсь, что АКР Дрэгон, пожалуйста, спустись к нам. К обычным смертным людям. С неба на землю и выпади. Так, ребята, давайте. АКР. АКР. АК. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как же редочком, ребят. У меня чуть сердце не прихватило. Мп7 графики. По поводу Мп7, что же я могу сказать. Я так вижу, что в интере тут нету красивого Мп7. Поэтому я его официально, смело, прямо сейчас применяю. А, ребята, как по мне, очень-таки, ну, неплохой Мп7 графики. Правильно? Правильно. Так, ребят, у нас осталось 10 кейсиков. Открываем еще один Скорпион Кейсик. Я очень надеюсь, что она выпадет. Все что угодно, только не рарка. О, АКР 12 Карбон. Спасибо за это. Тоже далекий неплохой скин. И да, кстати, я заметил то, что в этом аккаунте также нету АКР 12. Блин, ребят, я прямо сейчас ЭТОКР 12 Карбон смело применяю. Осталось ровно 9 попыточек. Открываем Райвл Кейсик. Я делал просто бустецкий раз, бустецкий два, бустецкий три, бустецкий четыре. Хэштег непоганая. Хэштег Аркана. Хэштег удача. Просто, Андрюша, за тебя. Поехали. Ой, блин, ребят. Ой, как много ножей-то пролетело. И знаете, что в итоге? В итоге подайтом пояснялся вовро. Но кто бы сомневался? Ну, ребят, ну, пожалуйста. Ну, чтобы не говорили, что у Гента говно прокачки. Ну, ё-моё. Ну, давайте вы там, пожалуйста, нам что-то хорошее дадите. Там разработчики. Ну, это же тоже. У него же тоже некоразработчики. Вы разработчики. Ну, включите его подкруточку на этот аккаунт. Пожалуйста, услышьте вы меня. Так, и нам выпадает. Ой-ой-ой-ой. А вот это уже хорошо. G22 Frost Warming. Я скажу вам только одно, что G22 мы тоже смело и уверенно применяем. Потому что, ребята, ну, очень красивый скин. И, если не ошибаюсь, то G22 тут раньше не было. А, был G22 Monster. Да, пофиг, ребят. Теперь будет G2 за Frost Warming. Так, обратно же делаем бустецкие на всю Ravel коллекцию. Именно ножей. Ах, говорим волшебное заклинание. Ах, халай, махалай. Вырываем, ребята, из бороды волосинку. Правда, у меня нет бороды. Вырываем невидимую волосинку. Разрываем её. И верим в Аркан. Верим в Аркан. Верим, надеемся, любим, ждём. И нам выпадает. Да, выпадает М40 Бигл. Я, конечно, всё понимаю. Ну, это, конечно, так себе. Так, ребят, у нас ещё есть ровно 6 попыточек. Но давайте не будем огорчаться. Давайте просто поверим в чудо. Поверим, ребята, в чудеса, в любовь. Что-то, знаете, такое нереальное. Я хочу. Я просто... Вот сейчас будет так нереально, если будет какой-то нож. Вот, 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 вот. Блин, USP-песец. Ну, ёлки-то палки. Ребят, осталось ровно 5 попыток. Ничего страшного. Давайте начнём с пар коллекции. У нас всего лишь одна пара перчаток на интере. Поэтому, ребят, если нам выпадет ещё какие-то пара перчаточек. Типа, там, Главс Панк или Главс Берн Фистс. То это было бы очень-таки неплохо. Поехали. Просто, ребят, поехали. Перчатки. Перчатки. М60 с кембис. Ну, даже не статрек. Ну, ребят, ну, вы и называете это скинул. Ну, давайте тоже применим. Так, ну, ещё, ребят, дело будет раз. Дело будет два. Дело будет три. Дело будет четыре. Хэштег Аркана. И что могу сказать? Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас, ребят, будет сердечный приступ. Что же подай-то? 5-7-тактикал. Ну, ребят, ну, медиа и совесть. Ну, вот такие вот скины. Ну, вот прям даже стыдно видео вставлять. Ну, ладно, ребят. Давайте. Ещё три попыточки. Просто, ребят, я верю в чудо. Не знаю, как вы. Я тупо верю, что нам повезёт. Просто, ребят. Хэштег удачи. Хэштег непогано. Хэштег поехали. Хочу бабочку. Хэштег бабушка. Нам попадает EMP45. Слушай, ребят, такой вопрос. А Арканы-то вообще будут или нет? Ну, то, слушай, вот если сейчас будут перчаточки. Или АВМ будем в статрек. Ну, это было бы очень-таки неплохо. И было бы очень, кстати. И нам выпадает, ребят, эмочка демон. Ну, как бы вам сказать. Ну, вот чёт-чёт говнецом попахивает. Ребят, последняя попытка. Ващенс. Ну, что, ребят, давайте верим. Верим в любовь. Просто за любовь. И за разработчика Андрея. И нам выпадает эмочка китсуны. Ну, в общем, ребят, вот так вот вышло видео. Обязательно прожмите лайк. Подпишитесь на мой канал. И никогда не верьте фейкам и разработчикам вроде этого. С вами был ваш Кентуха. Всем хорошего настроения. Всем удачи. Всем пока.